приветствуюсь на канале asma day play мы начинаем сибирь 2 если у вас винда 10 скорее всего на у вас не запустится вы можете скачать комментариях по ссылке да там сразу скачать или то то которая будет играть именно на винде 10 так давайте параметры построим громкость речи вот так вот чуть-чуть убавил давайте посмотрим что у нас было в первой части чтобы знать на хрена мы играем во вторую адвокатская контора марсон и лормонт отправила своего лучшего юриста кейт уолкер в европу оформить сделку местная транснациональная компания покупала фабрику автоматов и механических игрушек форальберг кейт прибыла в владелину маленький городок во французских альпах и думала управиться за пару дней как вдруг у имущества обнаружился наследник загадочный ганс форальберг исчез много лет назад но без его подписи контракт не имел сил кейт пришлось его искать на станции стоял безумного виду поезд а на фабрике отыскался машинист оскар автомат последний модель кейт решила отправиться вместе с ним в надежде что рельсы ведут к их создателю гансу форальберг как не возражали друзья как не кричал начальник кейт пустилась в немыслимые путешествия от одной станции к другой все дальше на восток везде где побывал ганс форальберг остались его диковинные изобретения и рассказы про этого сумасбродного человечка про этого гения как поняла кейт постепенно ей удалось собрать по кусочкам картину его жизни и выяснить какая сила влечет его на север в сибирскую глушь где по легендам до сих пор живут мамонты кейт пересекла европу с запада на восток по местам был их сражений и вот перед ней наконец неуловимый ганс форальберг года не пощебили его он старый слаб но все такой же пылкий мечтатель похоже кейт решила проститься с прежней жизнью и отправиться вместе с гансом форальбергом на поиски на мифический остров под названием сибири итак остров под названием сибири мы первой части катались на этом поезде искали ганса и в конце нашли ладно давайте новая игра новая игра смотрим мы не поехали в офис слышно что-нибудь про кейт уолкер нет сэр пока ничего она должна была приехать в нью-йорк три недели назад боюсь уже поздно и и не вытащить кейт уолкер пропал позвоните ей мы успели запрыгать то есть остров затерянный в океане никто не верит в сибири но они все ошибаются остров покрыть травой в рост человека это удивительная трава она растет из-под снега мамонты я постоянно щиплю они вечно голодны ганс вам надо отдохнуть у вас жан отвези меня на сибири у кейт олкер мамонты сибири все это просто выдумки детские фантазии хочу что это запрыгло то обещай кейт сэр она не берет трубку так перезвоните черт возьми алло мисс уолкер с вами хочет поговорить дайте трубку алло кейт кейт уолкер отзовитесь будьте другом я знаю прошлое задание было не из легких но фирма ваши заслуги не забудет уж поверьте возвращайтесь домой ну что вам там делать у черта на рогах у вас работа в нью-йорке друзья жизнь кейт кейт уолкер обещаю ганс фуральга поедем на сибири этот ганс очень даже умный человек так надо заправить опять завести почту у нас заводится к механически завести я так понимаю на каждой станции его заводить она для начала ну-ка давайте посмотрим что у нас там может взять надо новая везде ложка гансы в дороге все время что-то мастерит понятно гансов игрушечный мама так нет что мы можем тут взять пока ничего пока ничего не можем взять но зато смотрите как быстро передвигается какая прелесть давайте поговорим с ним узнаем привет привет кейт он кстати немножко нет мира сего знаете что меня радует больше всего я помогаю вам исполнить вашу мечту моя мечта стала и твоей таки да как отправлен даже мы снова отправляемся в путь я бы хотел уехать отсюда как можно быстрее но решающие слова за оскаром ведь это он управляет поездом сейчас с оскаром надо будет оскар не хотела переходить на личности но вам не кажется что в вашем возрасте предпринимать такое трудное путешествие несколько рискованно я намерен отправиться на сибири и это не обсуждается тебе ясно но это я сам знаю ганс где мы где-то на пути на сибири далеко еще до нее очень ну никто никогда не видел этот остров ни один путешественник о нем не упоминает его нет ни на одной карте и тем не менее я уверен сибири существует кстати вот он дурак дураком на самом деле он гений смастерил поезд смастерил эти механизмы как вы думаете поезд может двигаться дальше а то снег идет все сильнее и сильнее и ужасно холодно я спроектировал и собрал этот поезд кейт ты ведь не забыл и его завести нет еще не завела тогда заводи и поехали еще до до встречи осталось только завести и ехать смотрим чё у нас здесь рука нога взять мы ничего не можем давай 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 выходим смотрите как шустро бегать и кто же это звонит алло кейт волкер это машинист оскар оскар ты звонишь по телефону господин фаральберг изготовил для меня подобное устройство из подручных средств ваш миниатюрный прибор послужил ему образцом это поистине уникальный специалист кейт волкер я хочу сообщить что мы прибыли на станцию и что это за станция это очевидность она находится в городе под названием романов ладно схожу посмотрю что тут интересного будьте осторожны кейт волкер как всегда оскар вот если в первой части нам понадобился только один звонок чтобы нам мать помогла здесь телефон уже телефоном будем пользоваться так туалет а через здесь можно взять нет спасибо погода не для духа так понятно для душа однозначно понадобится здесь вода плана пока в чую набирать будем сейчас найдем вперед тут мать пола тут кстати тюлень будет так сюда он не идет нет не идет в эту сторону тоже не идет ну пойдем куда идется туда идем пока кстати город такой ухты слушайте по моему опять баринов будет озвучивать нет добро пожаловать в романовск последний оплот человечества на пороге бескрайней дикой ледяной тундры емельянов полковник в отставке страж порядка и продавец универсама вашим услугам из добро пожаловать дамы и господа романовск ворота в тундру а вот только не нужны тем же успехом я мог бы быть снеговиком вот это прием так для начала давайте сходим посмотрим сначала туда чего-то открывает закрывает пока ничего не изменюсь смотрим дверь закрыта ничего не поделает нужен ключ ничего не поделаешь заперта понятненько подожди подождите подождите так он туда вниз как-то можно спуститься нет здесь по вниз то вот блин тут никак не зайти с другой стороны тоже ладно пока не вижу где чё можно взять хочу сразу сходить посмотреть что здесь есть так с машиной что-то не в порядке где-то что-то раскрутить надо будет хотя нет я думаю пока дело в другом красной канистры да там заправить что-то надо будет давайте бежим до того узнаем вот с тобой поговорим сначала странный городишко а тебе он как поезда должны ездить а не стоять я вообще не люблю станции и то что их окружает я спрашиваю не вообще здесь очень мрачно и дома под мостом мне совсем не нравится там могут скрываться злоумышленники надо быть начеку смотрите там впереди какой город ты как всегда не блещешь так уж я сконструирован кейт уолкер так давай временами хочется просто плюнуть и вернуться в нью-йорк скучаете по дому кейт уолкер не знаю маловероятно что вы туда вернетесь обратного пути уже нет ну это я и без тебя сна а ты у нас оказывается еще и психолог ну главное чтоб не психопат по-моему ганс неважно выглядит его энтузиазм велик но механизм изношен кейт уолкер по крайней мере стало холоднее лично у меня нет цели как таковой но срок службы мой и поезда не бесконечен я был бы очень признателен кейт уолкер если бы впредь вы говорили на эту тему только с господином фаральбергом оскар поезд в состоянии ехать дальше на что вы намекаете разве я его не смазываю и не чищу нет нет конечно но в таком суровом климате все механизмы морозоустойчивый кейт уолкер поезд надо просто завести а тебе не приходило в голову этим заняться моя конструкция включает много хрупких элементов чувствительных к низким температурам не идеалом мог подумать ну все пока до свидания так ты мне пока не нужен давайте так дергаем рычаг так механизм заведем убираем за собой чтобы ничего не мешало вам так дальше мы не проходим так теперь разговариваем по поводу задачи поезда привет оск добрый так оскар ты веришь в этих обсуждать мечты и стремления людей не входит в круг моих функций мое место в кабине поезда это я знаю по моему ты все-таки лукавишь пусть я завел готова я завела поезд оскар можно ехать нельзя кейт уолкер чак билет опять это еще почему там куда мы направляемся температуры предельно низкий нам понадобится уголь для отопления все понятно на сей раз ты прав уши пощипывает загрузите тендер углем и в путь кейт уолкер ладно попробуем так где уголь брать мы знаем пока теперь пойдемте уже к полковнику будем с ними речи толкать по смотрите кто-то ходит там внизу канистры лежит он красная подождите подождите он здесь четко где-то тут от нахренки туда заходишь выйдем выходи выходи случайно нажал так чё ты тут где-то монетку может обронил ладно романовск правильно магазин посмотрим какие у нас здесь и о торговые автоматы с конфетами вот я и без тебя знаю торговые автоматы с конфетами так только в них пока ничего нету торговой торгу ключ торг мне нужен ключ на под эту еще раз торгу все куда идти сюда ковши мелочи нет нет не мелочь вот он ключ берем ключ автоматы с конфетами больше вроде ничего не вижу такого чтобы здесь можно что-то было взять давайте будем таталов разговаривать добрый день сэр меня зовут кейт улкер и я вы американка не так ли американка да еще в такой дыре как наша не каждый день такое увидишь я полковник емельянов и в меру сил управляют всем что попадает под мою юрисдикцию ну давай представим мы только что прибыли на поезде у вас такой интересный городок мне не терпится его увидеть полковник здесь не так много достопримечательностей пара домишек округом белая пустыня до самого горизонта добро пожаловать в последний оплот цивилизации мисс олкер полковник чтобы продолжить путешествие мне нужен уголь для поезда вы не подскажете где мне его найти там снаружи есть дозатор угля можете им воспользоваться мисс олкер государство платит но это хорошо это мне радует скажите полковник а почему путь в нижнюю часть города закрыт воротами но нижний город это нижний а верхний это верхний они там в нижнем и живут совсем по-другому и думают не так как мы если вы понимаете о чем я мисс олкер мой друг с которым я путешествую когда-то бывал здесь его зовут ганс форальберг вы не помните его меня долгое время здесь не было понятно так скажите полковник а тут часто ходят поезда да не очень но вообще-то я давно здесь не был ничем толком она больше сказать не может ночью меня радует бесплатно оставляю вас заниматься своими делами полковник очень-то многое осталось сделать осталось так у нас черт тут на барной стойке ничего нету вот мы все взяли тут только с ним разговор вести кофе нам не надо на полу на полу тоже ничего нету еще полете сейчас будем открывать как я понимаю там монеты при помощи которых мы можем давай начинаем открывать и еще разок так ладно у нас есть монеты так это север что то есть северное такое вот северная есть поехали так не она у нас еще такое есть о смотрите это какая-то яхта не она будет удовольствием по порядку пробовать не получается так двушка на нет вот это с дыркой охренеть полтинник вообще по идее должен я думаю вообще по идее должен налить участвовать в же северный а тут смотрите как привередичить ой или нихрена так я уже даже не помню какие клан давать эти две последние поступают или просто не та жвачка у нас короче не та жвачка у нас и как я понимаю давайте олени тогда уже и уголь это север должен быть подождите а тут почему так может не получается не получается надо было закрыть так давайте олени сюда тогда а вот смотрите все таки я был прав так а сюда мы если олени так здесь не прошел какую можно давайте хрен с ним вот эту давайте папа нет вот эту давайте нет вот эту давайте что ни хрена не выходит но я даже не знаю интрига у нас осталось там а нет всего ничего а кстати в другую сторону тоже я же тут только полкишок взял ну 100 100 мне кажется слишком жирно для у это конфеты или жвачки сам очень хорошо то что он забирает сам монеты не надо там у кого-то тыкаться мыкаться и за каждым монетой лезть в этот дай бог памяти как он называется вот где-то а это что такое мы взять как я понимаю в этой мы конфеты не вытащим но я так думаю так ну-ка давай-ка все вот здесь я думаю мы конфеты не достанем так так ну-ка полковник а так ну-ка еще раз мне как мне попасть в нижний город а вы уверены что вам туда надо в нашем городе собирается всякий сброд и меня бы вполне устроило чтоб мерзавцы обитали в нижнем городе не хрена себе а я так как что все поняла полковник я простой солдат мисс олкер у меня приказ и я его выполняю ну понятно и как пользоваться этим механизмом просто потяните за рычаг и уголь сам посыплется автоматика знаете ли кругом автоматика понятно короче так здесь область да не очень-то многое осталось давай иди делась и медиа занимайся а я пошел тюлень искать где-то был такой красивый тюлень юрка юг то как он называется сейчас уже не вспомню даже как его тут имя было так вот видите канистра ни хрена вы не видите посмотрите кто то там есть ну-ка вот это канистра надо заливать он баку блин я тебя что сразу не заметил даже вот она канистра канистру то я заметил тебя что то не заметил ли ты здесь не была привет меня зовут кейт олкер привет а я малька так я кейт олкер а ты малька а как дальше просто малька ты не знаешь зачем тут стоят ворота почему нам нельзя спуститься вниз это не вам нельзя спуститься это нам наверх нельзя вот как дядька полковник говорит что тут живут плохие люди я пошла посмотрю что можно сделать возвращайся мне понравилось о кстати возвращайся ты где ну-ка я ну-ка давай ка пойдем может и к воротам ушла сейчас посмотрим нет смотрите у ворот никого нету у ворот никого так а где ключ пойдем говорить опять с полковника надо как-то решать этот вопрос что ты нам скажешь старый полковник емельянов а мисс уолкер так мы поедем дальше на северо-восток это будет великое путешествие невероятное место вообще-то мне кажется что я старику нужна только для компании скучно одному путешествовать последней мечте вот так мисс уолкер люди и превращаются в заядлых путешественников которых домой калачом не заманишь этот механизм для угля похоже не работает а тогда вам придется подождать а чего ждать то и как долго неделю может две ремонтная бригада быстро не приезжает полковник у вас есть ключ от ворот а нет больше нет должно быть потерял когда возился с этим музыкальным автоматом кто знает но я то тут не виновата правда ай своим появлением мисс вы нарушили мой график работы если бы вы не появились я бы не вышел к вам если бы не вышел к вам я бы не потерял ключ ключ в общем извиняйте если бы он у меня был я бы его вам отдал ворота сделаны чтобы их открывали в конце концов ну хоть в этом и разумеется дубликата ключа нет нет да дожидаясь бригаду ремонтников чтобы сделать заказ мисс уолкер неделю или две понятно так на всякий случай поезд а просто проездом тут никто не бывает проездом куда мисс уолкер это станция конечная дальше ехать некуда а рельсы проложен ну что же оставляю вас заниматься своими делами полковник да не очень то многое аст так насколько помню мне должна девочка помочь приходи еще а вот подождите назад ну-ка подожди еще одна деталь которую я сейчас заметил я сейчас не вспомню конечно но вот эта лестница вроде как ты должна фигурировать это как крюков должны подтащить каким-то так крюком тут крюков нету я прямо отсюда вижу что нет крюков все идем идем искать крюки крюки руки крюки она девочка кейт кейт правильно не так ну вот она так у меня есть жвачка создаватель эй там привет такой шарик здесь ты сама звала ты ты случайно не знаешь у кого есть ключ от ворот если ты подаришь мне что-нибудь я скажу я бы с радостью но я же тут а ты там ну тебе надо только найти что-нибудь там где-то сейчас ха 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 о кажется я нашла то что тебе нужно бросай сюда ну ради бога жалко что ли так конфета это чё а а рыбный лизец это вот для этого то он для морского котика блин у меня игрушка он у дочери морской котик симпатичный тоже беленький давай а вот если вот улетит если я не поймаю ветер или еще что-то нет нет сама поймала смотри как у меня есть ключ ключ от ворот мы пойдем к воротам раз у нас ворот пойдем к воротам где-то 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 и давай 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 быстрей вот так ключ так ключ ключ от ворот ключ от ворот все блин и вторые автоматически открылись кстати вот тут что-то было насколько я помню на стене или у стены что-то тут висело кейт уолкер в беде ее надо разыскать найдите кого-нибудь кого угодно главное чтоб был не трус хорошо есть один сыщик ник контент распутал несколько заковыристых дел и очень удачно да пожалуй он как раз подойдет тогда вызывайте его ко мне джон сейчас же да сэр и какая муха укусила эту девчонку алло контент для вас задание очень как бы сказать необычное так вот тут вот где-то что-то было насколько я помню или может не здесь так ладно мы идем к девочке а где она у нас пойдем сюда вот она ну давай поговорим ну как тебе конфеты нормально давай знакомиться малька у тебя есть семья я уже большая и сама себе забочусь эй все в порядке я просто спросила по больной теме ударили на самом-то деле у меня есть семья это дядя изи цукерман а мама у меня умерла а что ты кричишь то а что ты кричишь то а что ты кричишь то конечно так и что нам делать давай-ка еще разок попробуем кто-нибудь вообще знает как работает эта машина цукерман он даже кнопки нажимать не умеет вот бугровы они кажется все знают только они не очень хорошие люди а что ты говорила насчет плохих людей бугровы врунишки и воришки они злые и вонючие особенно маленькие и тот который ходит как пингвин нехорошо так говорить о людях малька а вот большой вовсе не злой только глупый как юки о юки вот как вот как это как ты думаешь бугровы могут мне помочь наверное по крайней мере они такие же грязные и от них пахнет так же как от машины которую ты хочешь починить так ну давайте последнюю да я понимаю нет не понимаешь ты наверное миллионерша а в америке у тебя куча друзей что ж ты тут делаешь понятия не имею я за много миль от дома и плохо представляю куда направляюсь кажется я сошла с ума ну кейт на свете много людей которые не знают куда направляются и все они тоже сошли с ума видели нет ну вообще то я еду в сибири как ты думаешь это может быть целью если ты когда нибудь соберешься возвращаться в америку возьми меня с собой ну ка про сибирю спросим ты знаешь что нибудь о месте который называется сибири про нее в сказках есть она далеко далеко и вообще ее не бывает а я слышала что она существует и там есть бескрайние поля голубой травы и там живут мамонты какая глупость трава зеленая а не голубая а осенью желтая голубая трава как это глупо так или иначе но я туда еду малька странная ты я пойду посмотрим что дальше делать спасибо малька пожалуйста всю речь использовали на нее так ну давайте сначала к машине бежим вот она канистра все сейчас заправим поедем повезло канистра пустая блин я думала поищем где ее наполнить блин я-то думала полный так ладно а это то хотя бы на бензине значит будем искать топливо будем смысл нажимать если не заправлены пойдем так x что есть какой-то плакат вот фотонгелка видели а плакаты подождите что здесь есть так это куда вообще еду ой нет 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 стой стой да не жаркая погодка туда не надо идти рано нам туда еще это точно мы еще только начали в город только спустились еще ничего не видели бензин то доставать то как то надо так так с тобой не хочет разговаривать я так думаю вот здесь вы живете два брата акробата вообще-то что я хотел сказать что теперь то что такое заткнись ты давайте будем просить топлива ну чего еще добрый день сэр только не это и чем вам помочь дамочка а ты хорош дурачок какой-то начнем с привестия меня зовут Кейт Олкер я только что приехала хахахаха ты чё не русская что-ли Игорек ты глянь какая челка ты откуда лапуля из... из Нью-Йорка Нью-Йорк да хахахаха ну ты подумай а и что мадама ты тут одна путешествуешь Нет-нет, я путешествую с двумя компаньонами на поезде. Ну и нихрена себе! Мне нужен уголь для моего поезда. Но доза тругля не запустить без бензина. Я подумала, может вы продадите мне немного топлива. Что? Уже уезжаете? Ну извиняйте, нет у нас бензина. Вообще нету. Ну я слышу шум мотора. Да ну! А он от электричества работает, ясно вам? А что это за дым? Тоже от электричества? А что это вы свой нос суете куда не просит? Идите-ка вы куда шли и оставьте нас в покое. Я тогда стыщу его у вас. И не мешайте нам это, работать вот. Всё, что мне нужно, это немного горючего. Нету ничего у нас нету. Горючего нету. Нет бензина. Нет бензина. А солярки тоже нет. Ничего нет. Так, ладно. Я приехала на поезде и... Ну так мы видали с братишкой. Ничего машина в натуре. Наш такого не сделает. Ничего машина. Ничего. Чук-чук-чук. Эм, да. Вообще-то он принадлежит одному моему другу. Миллиардер, небось, твой дружок ты этот, а? Рокфеллер, мать его! Смейся, смейся. Чук-чук. Да не очень. Он построил поезд, чтобы найти себе... Эм... То есть, исполнить свою мечту. Мечту, говоришь? Это ж какая должна быть мечта. Если для неё нужен такой агрегат. Или это что-то личное? Чук-чук-чук. Мечта детства. Рассказывай. Эй, мне правда нужно горючее. А у вас, похоже, есть. Ой, лапусик. Ты что, не знаешь, что значит слово «нет»? Это значит «нет» у нас ничего. Нет! Них... Ничего нет! Сэр, мне бы... Слушай, у нас нет времени, чтобы трепаться тут, кисуля. Что ж ты пристал-то, как банный лист, я не знаю. Ты смотри, а то нам с братишкой-то с голову разные мысли начинают приходить. Ммм, понятно. Твою голову ничего прийти не может. Пустая она. Будет очень жаль, если с тобой случится какая-нибудь неприятность, зайка. Так, ладно, последний заезд. Если мне не удастся раздобыть горючее, у меня не будет угля, и поезд не тронется с места. А мы-то тут при чем? Похоже, вы мне помочь не хотите. Хе-хе, у тебя, похоже, крыша на этой помощи съехала. Пока, давай. Давай, пока. Давайте, валите. Вот что-что, вдоль забора, когда я шел, я видел дыру. Вот эту дыру-то я видел, тут, о, штыкетника не хватает. Так, а как у тебя оторвать? Аккуратненько. Проходим. И вот картинку-то мы и видели. Посмотрите. Видите, вот она, канистра. А тут глазки, смотрите. Вот он. Ох ты, животиночка. Они тебя еще... Блин, я думал, морской котик. Эй, нет, 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 ой, черт. Ты, скотина безмозглая. Погоди у меня. Так. Блин, я думал, это морской котик вообще-то. Так. Давай. Давай, бери ее. Опа. Это я помню, как мы проходили. Это мы знаем. Так, вот я не помню, вот с ним надо разговаривать. Что-то у него надо взять. Подождите. Что-то здесь. Нет. Пока-то тут вроде ничего нет. Так. Это с ним разговаривать. Кстати, он вроде от брата-то отличается. Брата там тюркать и наставляет. Что за гнусная техника. Так. Это какой-то кочергой. Ладно, у меня пока для вас ничего нет. Ни кочерги, никакой кривой палки. А то он... Выходи. Через ворота выходи. Ничего не поделаешь, заперто. Блин. Когда сюда, выходи. Блин, почему думал, что морской котик-то? А там животное какое-то на четырех лапках. Какой-то белый мишка. И так, как бы то ни было. С вами там и дело сделали. Так, по воде не хлюпай только. Блин, я говорю, не хлюпай по воде. Ну, иди. К машине иди. Вот так. Заправляем. Давайте. Кстати, бензин-то дорогой сейчас. Вот почему не хотели давать. Правильно, цены-то взлетели. Это в те времена он был дешевый. И сейчас он, и мама, кстати, поставила на то место, где я брала канистру. Давай. Запускаем. Ну все, уходим. Так, нам надо будет животное потом еще забрать. Так, с тобой можно поговорить? Привет, Малька. Как насчет поболтать? С тобой, да. Так, задача. Ну, Малька. Похоже, я заставила эту машину работать. Значит, от тебя тоже должно вонять, как от нее, да? Эй, хорошие девочки так не разговаривают. Раз ты ее запустила, теперь ты уезжаешь? Не совсем. Да, я должна продолжать путь. Мне животное надо собой забрать. Я даже не помню. Посмотрим, что дальше делать. Спасибо, Малька. Пожалуйста. Так, поехали. У нас еще точно задерживаются, потому что тут вон сколько мест, куда можно сходить. Я должен буду сходить, там барабан какой-то запустить, белок туда что ли накидать. Или животное, чтобы это... Ну, у нас, по-моему, не должно запуститься так быстро и легко. Все, начинаем загрузку угля. Это красный, нет? Нет. А, с другой стороны он. Уголь, вода. Гейт Уолкер, Гейт Уолкер, страшная катастрофа. Что такое, Оскар? Объясни спокойно. Господин Форральберг исчез. Что? Был на поезде, а теперь нет. Не паникуй. Он где-то поблизости. Я его найду и доставлю обратно. Он ушел больной, Гейт Уолкер. В такой мороз. Знаю, знаю. Успокойся, пожалуйста. Я иду за ним сию минуту. А, где он у нас, он может быть? Что за покупками пошел? Пойдем. Так, расклещик объявлений нам пока не нужен. Здесь его нет. Нельзя? Полковник. Что такое, маленькая мисс? Так. Я ищу своего друга. Вы его случайно не встречали? Извините, я никого не видел. Значит, его здесь нет. Мы едем на Сибирь. Это остров, он где-то в глубине России. Путешествие будет долгим. И нам нужна как можно более полная информация. Вы что-нибудь знаете о нем? Остров Сибири? Никогда о таком не слышал. Боюсь, мне и посоветовать вам нечего. Так, ладно. Мой друг Ганс покинул поезд, не сказав мне ни слова. Вы хотите сказать, он нарушил приказ? Он уже не молод, а наш машинист приверженец правил. Пассажирам не следует покидать поезд ни под каким предлогом. Нам предстоит долгое путешествие. Ммм, правда. Ваш машинист выглядит несколько, как бы сказать, расстроенным. Автомат. Механизм. Полковник, я починила ваш дозатор угля и пришла открыть ворота. Ладно, в этот раз я закрою глаза, но вообще-то это посягательство. На государственную собственность. Ремонтникам это придется не по душе. Впрочем, мы в последнее время их так редко видим. В любом случае, со мной у вас хлопот не будет. Ну, слава богу. Извините, полковник. Мне надо ненадолго отлучиться. Делайте все, что считаете нужно, мисс Уолкер. Так. Пойдем. Двигай, двигай. Сейчас мы пойдем к этому еврею. Так, ты ничего не хочешь сказать, нет? Нет. Разговор с тобой не состоится. Вот сюда нам надо будет юбки загнать или что-то. Странный механизм. Странный механизм. Странный механизм. Так, кто здесь? Дети не говорят, не говорят. Странный. А, это смотрите, что-то передвигается. Странный. Ладно. Так, самому тут разговаривает, а никто не хочет. Давай, иди. Вот этот кабачок мне нужен. А, действительно, кабачок, смотрите. Получили жгучие и прекрасные. В первой части пела баба это. Ганс! Мамонты. Сибиря. 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 В первой части пела баба. А, иди сюда. Мамонты. здесь мы ничего не можем нет нет здесь нам ничего не так ничего не можем взять живой как дела отец ганс больше не хочет сидеть на чердаке ганс не нарочно честное слово понятно так нам надо будет еще как-то лошадей чинить кстати кейт уолкер что происходит не знаю оскар у ганса случился какой-то припадок с бредом его организм дал серьезный сбой но это же катастрофа надо что-то сделать надо срочно принять меры не шуми пожалуйста я что-нибудь придумаю хорошо кейт уолкер и поспешите сейчас мне надо лечебницу найти травница колдунья знахарками называйте как хотите сюда все еще не могу спуститься не могу блин пока давай-ка мне подскажи-ка дружок по поводу лечащих особ не вынимать чем могу быть полезен мне нужно подняться к монастырю на улице холодно монастырь похоже на то посмотрите на чердаке может найдете что-нибудь подходящее я сейчас поставлю лестницу я за все заплачу разумеется не беспокойтесь катюша вы как луч света в нашем темном царстве а чёрная катюша что на солнышко заглядывает знаете ли значит не крюком надо достать за что он сам не спустит лестницу вот уже хорошо посмотрите на чердаке там наверняка что-нибудь найдется монастырь 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 давай я уже не в том возрасте что он карабкаться наверх я в том может еще очень иду и так что мы видим велосипед это чего где бы только в это переодеться где можно переодеться где можно переодеться я примерно могу догадываться где это только ну как в уборной вагоне потому что в самом вагоне если я не могу переодеться надо укромное место искать из огромных мест у нас только туалет нет 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 вот сюда сзади наконец-то удалось уединиться а ты сама переодеваешься тепло и даже симпатичненько хорошо монастырь значит мне монастырь я знаю дорогу блин нам сюда так только вот зайдем сначала в кабачок давай 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 быстрее я вообще-то хотел с этим поговорить можно с тобой что-то вроде как самое нужное здесь персонаж ганс ганс он болен ему нужна помощь а то он умрет как мама да он так хотел добраться до цели иногда одного хоть и немало какая умная девочка еще когда он был ребенком он мечтал о сибири сибири не бывает это просто детская сказка а я уже не ребенок ухти кого ты заговорил верю в эту историю и собираешься помочь своему другу даки скажи-ка ты знаешь кого-нибудь кто может вылечить моего друга ганса у цикермана в баре есть укрепляющие тоники вообще-то не нужен доктор тогда нужно идти в монастырь полагаю в монастыре живут монахи да они носят черную одежду и от их вида бросает дрожь мне кажется бояться их не стоит они же монахи а монахи добрые ты говоришь они могут вылечить ганса отец игумен он строгий он не будет лечить твоего друга если ты нарушишь правила куда ты знаешь малька они не стали лечить мою маму как раз из-за правил и она умерла у малька мне так жаль правильно вот такие вот правила дурные женщине лечить мужской монастырь блин даже человеку не помочь где он тут может непонятно ладно тем не менее сюда ее где 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 ты мне нужен о чем нужно там точно понят эти я точно помню так открываем вот эту штуку не хватает шестеренки или чего потом эти трубки надо плата подводить а где взять эту шестеренку ганса наверно можно будет взять а на пойдемте поговорим вот с этим человеком добрый вечер сэр добрый вечер сударыня добро пожаловать к цукерману здесь к вашим услугам всевозможные удовольствия и развлечения чем могу служить я только что приехала моя фамилия уолкер кейт уолкер а у вас очаровательный городок добрый день мисс волкин как наш друг ганс фаральберг себя чувствует новости не слишком хорошие а с чего он тебе другом-то стал если я чем-то могу помочь не стесняйтесь можешь скажите господин цукерман это ведь вы взяли на себя заботу о малышке мальке не мог же я просто взять и оставить ребенка как вы считаете а что случилось с ее матерью о цыганка вы же знаете этот народ приковылял и сюда еле живая в бреду ей помогли монахи да можно и так сказать когда они перестали наконец нос задирать то поместили ее в монастыре чтобы попытаться вылечить да только было уже поздно эти старые вороны живут по собственным выдуманным правилам скорее бросят человека гнить чем испачкают свою одежду совсем не нравятся они мне мисс уолкер о каких правилах вы говорите старинные обычаи насквозь фальшивый чтобы решить умирает ли человек по-настоящему настоятель смотрит на его лицо а до того они и пальцем не пошевельнут ну чё они теперь тащите уши на себе не понимаю ну они делают что-то вроде отпечатка на холстине как спас нерукотворный знаете ну знаю да господин цукерман я беспокоюсь за здоровье ганса ах какой кошмар это все моя вина не надо было просить его об этой услуге а какой что вы имеете ввиду а лошади просто надо было поставить моих коняшек на дыбы не вините себя ганс уже плохо себя чувствовал когда пришел к вам вы не виноваты господин цукерман вы случайно не знаете кто может вылечить ганса фуральберга о доктора вы тут долго искать будете полагаю могут помочь монахи монахи вы сказали говорят местный игумен может исцелять болящих а еще говорят он псих немного фанатичен если вы понимаете о чем я ну как бы там ни было выбора у меня нет так господин цукерман не могли бы вы представить меня настоятелю монастыря хотите знать мое мнение лучше держаться от него подальше это еще почему никогда священнику не понять важности развлекательного бизнеса мое заведение считают логовом разврата а меня озавоченным старым еретиком отвращающим от церкви заблудших овечек господин цукерман мы ведь живем не в девятнадцатом веке но мы недалеко ушли от него мисс уолкер по мне так лучше не соваться к ним ну я бы тоже не совался он тогда помрет у нахов есть телефон у них даже электричество нет придется вам идти туда самой мисс уолкер попробуйте поговорить может они и согласятся помочь вашему другу как добраться до монастыря ну как добраться я сам знаю большое спасибо так здесь холоднее чем на северном полюсе господин цукерман мне что пешком идти на настырь а нельзя ли доехать на чем-нибудь забудьте об этом мисс уолкер туда только на своих двоих дайте можно вы уж извините но понятно если честно я не совсем поняла эту историю с полотном ну тут на окраине города монахи поставили такой железный ящик в ящике лежит льняное полотно если приложить такую холстину к лицу больного человека она впитывает его пот и всякие там испарения и так здорово впитывает надо сказать что на ней проступает отпечаток лица значит чтобы поставить диагноз игумен разглядывает этот отпечаток по крайней мере его хватает чтобы игумен решил насколько болен человек и стоит ли с ним вообще возиться полагаю любой может взять ткань из ящика если она понадобится а вот и неверно мисс уолкер полномочия раздавать полотнище есть только у одного человека и этот человек малька и разумеется она очень гордится этим сам настоятель обязал ее и поверьте этот ребенок ни за что не бросит свое дело мне надо идти идем к мальке значит спешите мисс уолкер и удачи чрезвычайно благодарна господин цукерман так идем к мальке это кстати вот полотно которое на лицо оно даже сейчас в некоторых религиях встречается как же она называется как-то получит это как-то не помню но есть название даже посмотрите опять белка бежит видите бежит 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 мне объяснили почему твою маму не стали лечить в монастыре почему кейт понимаешь иногда люди больны очень сильно так сильно что уже ничего нельзя сделать а твой друг болен именно так сильно надеюсь что нет я хочу помочь тебе кейт малька можешь мне помочь давай опять белка только если твой друг не очень болен чуть чуть а если совсем то нет ну понимаешь надо помочь как твоей маме ей помогли монахи на дороге к монастырю стоит ящик в нем лежат тряпочки монахи называют их полотна я тебе дам одну штучку и ты сможешь взять тряпочку только не потеряй а что мне надо делать с этим полотном возьми его и положи твоему другу на лицо ладно я попробую так ну блин надо надо блин как то вспомнить как эта тряпочка то называется спасибо за помощь о житон возвращайся ты мне понравилось давай беги мне еще звери этого блин надо будет доставать у меня в клетке будет бегать там что-то упало ладно потом от этих уродов все равно ничего не добиться заколотили дырку ладно ладно если что я потом вырву твои доски а где то тут ящик на пути а вот он вот и подождите мне нужен вот этот жетон на вот чё что хорошо закрыть надо нет что хорошо то что больше ничего не возьмешь тебе зачем сколько тряпок мертвых так если смертное лежбище то-то одар а как же были тряпка это называется не помню именно по моему такой же тряпкой лицо этого кто там а как он звать французский то дима это был так бонапарт вот и он и по моему так же тряпка это этот отпечаток снимали лица тоже пока он мертвый был как гипса что ли действует я не знаю принимает форму лица а не отпечаток если правильно быть адио частным монахом притащим где ты вот она пришлюпни с размаха так со шлепком так пару минут и забираю вот смотрите видите все бежим кунахам у нас долгий путь и мы еще были на станции а у нас этих станций сколько еще будет ну хотя правда сказать не знаю даже сколько у нас будет этих станций не могу вспомнить вот эту станцию я хорошо помню потому что как сказать на ней всегда много времени не теряешь даже если ты знаешь как проходить потому что сюжет такой ой 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 сюжет такой разворачиваться давай бежим к монахам вряд ли мне но он даже не помог старику то тебе то навряд ли вообще рад будет как вы дырку то заметили если вы ни хрена не выходите ни хрена не делайте так одеваем очки идем ножницы ищем нет ножниц никаких так ой это видео хорошо видим замок большой большущий замок да и как мне это полотно передать так мне никто не откроет идем сюда так тут ничего нету какую-нибудь траву там нет одежда хватай беги извините можно вас побеспокоить благослови тебя господь да слушаю вас мы представимся для начала меня зовут кейт олкин мой поезд остановился в романовске романовск словный городок но вот прелестным иностранкам там делать нечего да еще без провожатых но я не собираюсь задерживаться надолго мы с гансом форальбергом путешествую но с форальбергом я не ослышался но нет не слышал вы его знаете нет зато знаю кое-кого еще круто ты знаешь слышите эти сладкие звуки мерла альба хоть бы одним глазком взглянуть чудесная восхитительная редчайшая птица мало кому довелось наблюдать ее в естественных условиях наверное ищет себе пару так что здесь птица то только что говорили о человеке ты сменил тему разговора на раз два знаете ганс тяжело заболел на все воля божья ничего не поделаешь абсолютно ничего вы бы его не навестили нет 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 никогда совершенно не в моих планах гневить господа и отца игумена так мне нужен врач кто угодно кто может оказать медицинскую помощь отец игумен замечательный целитель излечивает и тело и душу умоляю может вы мне поможете я всего лишь бедный инок вам надо наверх в монастырь к отцу игумену так значит за помощью мне надо обращаться в монастырь вот именно вот именно я звонила в колокол но никто не ответил может не хотят пускать не подскажете как нибудь еще туда можно войти другого входа нет и почему меня не пускают в монастырь дура лекс сент лекс дура ты не дура я назвал значит закон суров но это закон какой еще закон слушайте хватит меня допрашивать закон он и есть закон моему другу мое дело стирка и только стирка знаете как в жизни бывает одни стирают другие лечит вы меня задерживаете а значит себя утоплю здесь тазики слышите снова она да слышали слышали ну когда мы ведь живете в монастыре совершенно верно на природе под елкой жемкой и много там народа так несколько стариков в наши дни мало желающих служить господу а скажите как подняться в монастырь надо дернуть веревку позвонить в колокол только не слишком громко а то птиц распугаете спугнете мою вас впустит привратник спасибо так птиц значит любишь да кто такая мерила альба редкая птица ее не видно потому что она белая и сливается со снегом говорят кто ее увидит обретает ясность ума и бесконечную мудрость хочешь обрести а здесь много птиц да но меня занимает только одна мэрла альба надо запомнить ее я звонила но привратник похоже не захотел меня впустить мы все здесь уважаем обычай держимся правил и в чем эти правила бывают люди достойные и недостойные ясно и как этот монах с одного взгляда отличает достойные я или нет нехорошо задавать такие вопросы получается я не достойно войти в монастырь ничего такого я не говорил я стираю просто стираю а как иначе вас понять не достойно фемина инконцессус я латинского не знаю птичий язык эритокус рубикула пикус вирдис почему вы не хотите помочь надо достирать и успеть к вечерним а вы знаете латынь так помню кое-что с университета по крайней мере название птиц хе 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 милые милые пернатые пикус вирдис дятел ну а эритокус рубикула малиновка обыкновенная амеруло альба Полярная сова вас устроит? Полярная сова. Вот, чем мне надо. Фемина инконцессус. Женщины нежелательны. Ну, то есть... Поняла. Меня не пускают в монастырь, потому что я женщина. Так вот, в чем дело. Ничего не поделаешь, монастырский устав. Ну, еще бы. Мы ведь просто насквозь нечистые и греховные. Ну, я пошла. Скоро вернусь. Что? Что слышал? Так. Значит, надо как-то птичку приманить. Как-то этого козла отвлечь. А, подожди. Может, ты передашь? Нет. Ладно. Стучаться бесполезно. Надо у него дюзнуть одежду. Так, и как... Как же мне быть? Как эту птицу-то выманить, чтобы он был доволен? Чтобы он мне одежду-то подарил. Хотя, хрен мне одежду подарить, наверное. Должен стащить ее. Ладно. Сейчас поговорим. Где там Милка? Милки-лэй. Давай. Беги-беги-беги. Ну-ка, расскажи-ка мне про птиц. Скажи мне. Как у меня дела? Скажи... Как у меня дела? Так, со мной ты не разговариваешь. Ладно. Есть у нас магазинчик. Сейчас мы ему купим сову. Монеты у меня есть. Так, какую там белую сову купить надо. Так. Ну, старый, крысь. Готов чучело. Полковник! А-а-а! Полковник, а среди всех этих сокровищ не найдется случайно свистуля? А, свистуля! С глазами птиц. Блин, я продаю их вагонами в разгар охотничьего сезона. У меня тут целая коллекция. Кажется, у меня есть кое-что, что вам нужно. Где-то тут. Ага! Так. Золотой монок. Серебряный монок. У вас есть что-нибудь от лихорадки? Мой друг болен. Извините, я распродал лекарства на... Понятно, не дашь. А где тут можно найти доктора? А, ты мы знаем. В здешних краях очень бы удивился. Спасибо, полковник. Спривели... Так, значит, монок. Вообще-то, я думал, чучело птицы мне дадут. Он там пока к ней бежит, спасает ее. Ну, монок тоже неплохо. Так, золотой монок нет. Нет, серебряный, нет. Скорее всего, другой монок там. Их три, у меня, по-моему, если не ошибаюсь. Это коллекция прямо-таки. Давай. Беги. Нам туда. О, белка. Мда. Нет. Мимо пробегаем. Они нам не нужны. Без них обойдемся. Кстати, во днях читал книгу. Она состоит из двух частей. День трифильдов называется. Есть даже фильм. Ну, это про растения. Вот. Советую, кстати, фильм посмотреть или почитать книгу. Для чего это говорю? Для того, чтобы, во-первых, заполнить эфирное время. А, во-вторых, плохого я вам не посоветую. Книга действительно хорошая. Или мысли, может быть, и не очень. Потому что он старый, хрен знает каких годов. А вот. А вот. Книга-то она хорошая. Ну, давай. Черный монок тебе. Вы так и оставите монок насовсем? Ладно. Так, давай. Раз ты белая сова. На, вот тебе. Слышите? Слышите? Это Мерла Альба. Она зовет. Она зовет меня. Это было легко. Давай. Довольно только не надо в вагон, правда, эти переодеваться. Это же далеко, пипец как. А, она сама. Вон, за камни зашла. Папа не постеснялась. Там, в городе, она стесняется. Главное, везде переодеваться. А тут никого не постеснялся. Еще, главное, в мокрой одежде, походу дела. На мокрой, она же ее стирала. Давай. Пойдем. Идем, идем. Звоним. И сейчас, когда лифт спустят, мы закончим на этом. На сегодня нашу игру. Потому что, ну, сколько можно? Давай. Сама заходит, нет? Нет. Поехали. Вот, надеюсь, он в лицо не будет смотреть, кто поднимает. Кого он поднял? Монах? И есть монах? Ну, что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok